Друзья, дорогие, салют Вячеслав Червных, который в 100 груз сафари с частью 2.5 и 2.5. Я вчера увлекся, видимо, общением с вами в прямом эфире и ответом на вопрос, и мыслями куда-то улетел, сливовое вино сказалось, наверное, и поэтому все-таки решил доснять еще половинчатый материал, что касается снаряжения и какие-то детали вашей одежды. Сейчас я как раз демонстрирую, как выглядит нормальная моя рабочая Панама. Это старая проперовская Панама, то, что называлось морпеховская или там какая-то американская армия, которую сейчас они не используют или в другом виде. Мне очень удобно, я подшил сзади немножечко, чтобы вот она не садилась горшочком. У меня есть одна такая Панама, у нее продета проволочка, ее удобно вот так формировать и так далее. И сзади я цепляю вот так, она цепляется за срез прически, даже при сильном ветре ее не сдувает. Как я говорил, у меня достаточно много рубашек тактических, или как-то тактических, их сейчас называют тактических, для меня сафари рубашки, да. Вот это такая более по доходу, типа под правшей сделана. На самом деле это совершенно не настолько важно. Просто я хочу показать еще парочку рубашек, которые очень люблю, которые я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Друзья, ну знаешь, что многие из вас упрекают меня, Слава, ты камуфляж не любишь и так далее. Вот это пример того камуфляжа, который я очень люблю. И более того, вот это, видно, это моя, одна из популярных рубашек, которые я беру с собой. Это так называемые тактические рубашки, то есть это очень тонкая, эластичная, полностью продуваемая ткань и усиленные рукава. Там еще были вставши какие-то, типа неопреновые, внутри, вот здесь вот, но они уж больно, плечи усиленные были. И вот до сюда я их вынул, поскольку они потели очень сильно. Поэтому, вот, увидите, я купил в секонд-хенде. Обожаю ее. Просто, просто невероятная рубашка. Другая, та, которую я тоже приводил пример, это, в данном случае, это Криптек. Это вот такая легкая, хэбэшная, с велкро на плечах, такими, для пэтчиков. Ну, куда же мы сейчас без пэтчиков-то обойдемся? Только рост сафари надо прилепить, там еще что-нибудь такое. Не броская, ее можно носить, как под рубашку надел ее, и, допустим, когда жарко, снял. И оставался в этой только. Или, когда наоборот, очень, вы знаете, надо бежать по кустам, в ней по кустам не очень хорошо. Вы просто быстренько сняли рубашку, скинули эту футболку, засунули ее в рюкзак, и дальше пошли в нормальной плотной рубашке. Я вчера вам упомянул рубашку. Это вот эта самая любимая моя рубашка сафарийного типа, смешной фирмой Хень Кью. Фирма неизвестная, где-то, кроме Африки. Вот эти все детали, как вентиляция, регулируемая сзади, на груди, вентиляция над каждым карманом. Посмотрите, этот воротник, который, как раз я упоминал, когда, видите, она уже такая, уже цвет потеряла, но это, это любимая рубашка, которую, действительно, я берегу. Посмотрите, эти подмышками сеточки, да? То есть, это серьезная, продуманная, любимая рубашенция. К счастью, я купил парочку таких-таких, ну не таких, они убрали почему-то вентиляцию подмышками и убрали вот этот, этот силуэт на воротнике. Я написал на завод, они сказали, ай-яй-яй, ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, это как раз те самые зиповы, штаны, про которые я говорил. Это фельрёвен, они отстегиваются очень хорошо. Вот сейчас я этого не буду делать. Ноги, хотя они более черные, чем у всех остальных, но всё равно недостаточно загорелые, всё-таки не так принято это пока здесь, в Европе, в шортах ходить в это время года. Про обувь поговорим отдельно. Это очень лёгкие от Соломона. Это уже вторая модель. Одни у меня уже практически умерли. Им было лет 10, какой, лет 15, наверное, было 16. Это та же самая модель из лёгкой, у них утяжка идёт, типа, буа, но не совсем буа, такая затяжка, да? И они просто, они весят, практически ничего не весят, эти ботинки. И очень хороший кантагриб, он может посоперничать с вибрауном совершенно легко. Сейчас хотел бы немножечко показать ботинки. Ну, это, наверное, половина тех ботинок, которые я использую. Именно охотничьи, пустынные ботинки. Ну, про эти я даже не буду говорить, они тяжеловатые, хорошенькие, но тяжёлые ботинки. Насчёт вот парочки вот этих, сейчас я всё-таки отъеду, чуть скажу. Это, то, что называлось, армейские ботинки, морпеховские на подошве Альтама. Вот этот тип подошвы называется Альтама. В принципе, они мне нравятся. Это выворочная нубука, как замша такая. Единственный минус тяжеловатый. У них очень тонкая, очень тонкая боковина. Что не очень хорошо, щиколотки ударяешь или об машину, или об камни, где-то шарахиваешься. Вот эти места, хоть они прошиты лентой, но бьётся нога всё-таки. Это те самые Алтай, это длинный Алтай, это короткий Алтай. То есть, сейчас вот я отдаю предпочтение всё-таки длинным Алтаем, которые весят гораздо легче, чем эти. Я сравнил где-то, вешал их. Ну, по ощущению, просто грамм 200-250, как минимум. И за счёт того, что минус вот эта прокладка. У Алтая это пропотевает очень сильно. Вот та самая замечательная стелька, когда мне говорят, там стелька алтаевская. Вот эта вот, это просто какая-то офигистичная стелька, которая реально холодит ногу. Я не знаю, как это сделано. Сама эта ткань, она действительно, она scratch protected. Вы помните, я пытался её там даже резать чем-то, да? И она очень хорошо дышит. Если бы не эта подкладка, то было вообще идеально. Подкладка-недоделка. А вот эта стелька, она просто офигенная. Понятно, классические трекинги, любимые лова, но для Африки я даже не беру её туда. И вот эти вот пустынные ботинки тоже. У меня уже там четвёртая пара Magnum. Это Magnum, но сильно Magnum изменился. Я их называю неопренуми. Вот это вот, типа, софтшелла. Или как это, проклеенный материал. Очень неплохие. Подошва скользковата. Она не брендированная, их родная Magnum подошва. Но по мне она достаточно, ну, скользкая на камнях. Подмохнет. Верх очень интересный. Усиленные как раз щиколотки. То есть не боишься ударить. Это вот эта часть продуманная. Очень важная вещь. Это вот такие сандалики. Да, у нас у многих неприязнь к сандаликам с детства. В Африке они, это вторая, вторая по важности обувь после серьёзных ботинок. Подошва, аналог. В данном случае это хай-тек. Малоизвестная в России фирма. Но Magnum до недавнего времени прижал хай-теку. Сейчас, по-моему, они продали этот бренд. Пятка закрыта. Очень важно. Пятка закрыта. И пальчики вот тут тоже не выглядывают наверх. То есть, наверное, я чаще даже хожу в Африке по жаре. Особенно я чаще хожу в этих сандалиях на босу ногу. Потом просто моешь ноги. Даже если что-то попадает. Если я знаю, будут очень серьёзные условия. Тяжёлые какие-то по камням шарахты, ещё куда-то. Я надену, понятно, ботинки. Вот эти сандалии, они нужны. Даже просто, чтобы ноги отдыхали как-то в лоджии. И, не знаю, где-то при переездах. Снял ботинки. Эти висят где-то там на карабинчик прикреплённые к рюкзаку. И имейте в виду, такие сандалики. Причём они такие быстросъёмные. У них вот здесь регулировка на велкро. Здесь же у них идёт клип. И утяжка, если надо побольше, утянуть вот здесь вот. Ну, то, что я обещал. Спасибо Паше. Напомнил мне ещё одна вещь, которая обязательно должна быть у каждого. Охотника в Афре обязательно. Это такой вот рюкзак. Ну, не знаю, я по привычке знаю штурмовой рюкзак. То есть, это объём где-то 35 литров. Зависит от того, какого там размера. Вот этот вот мой любимый рюкзак. Он уже убитенький. Уже у неё ткань чуть-чуть. Пытаюсь её пропитывать. Это Camelback. Бренд называется Tri-Zip. Здесь три молнии сходятся в одну. Жёсткая спина. Прекрасные плечи усиленные. Нагрудная застёжка. Фиксируемый низ. Задняя вставка. Дополнительная для чего угодно. Не знаю. Это идеал рюкзака для меня. Питьевая система. Она вставляется в специальный карман. Здесь и тут же специальный курячок вешается. Скажу, что Лёха Павлечук из Киева. Я когда-то потерял вот эту канистру. И Лёха мне подарил полностью новую питьевую систему. То есть, я её прощёлкал в Африке. Лёшка, спасибо тебе большое, старый. То есть, это вещь, которая на самом деле, она нужна. Она нужна. Не каждый день. Но я держу её как минимум наполовину заполненную. Она у меня в рюкзачке. И когда ты подхватываешься. Понимаете, когда ты подхватываешься из машины. Взял патроны, что-то ещё. И ты не знаешь, ты уходишь на 15 минут. Или зверёк уходит. Или там что-то случается. И ты можешь вернуться, не знаю, через 5 часов. 4 часа. Поэтому моя интуиция меня не подводит. Я хватаю этот рюкзачок. Боковой карман. У меня там аптечки, верёвки. Там какие-то наборчики. Такие, понятно, спички, салфетки влажные и так далее. Всё, что нужно. Перчаточки. Потому что, когда работаешь с кровью, особенно с человеческой кровью, не очень приятно иногда. И просто запрещено. Мы используем перчатки задолго для того, как вирус и так далее. Я перчатки ношу с собой. И когда что-то происходит, я надеваю перчатки. Только потом уже начинаю там оказывать первую помощь или что-то такое. То есть, вот это вот тот рюкзак, который должен быть у каждого. Иногда вижу человек, приезжая с каким-то, не знаю, чуть ли школьным ранцем. А вот я там купил, что было, не жалко. Ребят, это ваше здоровье. Это, ну, понятно, что я за вас понесу всё это. Но если мы взрослые, серьёзные охотники, то хотел бы не только за вас таскать. Но чтобы клиент сам тоже о себе позаботился и держал там свою аптечку, свои какие-то средства связи, запасная куртка, водичка. Всё, что вам надо будет, чтобы потом в припадке там быстро-быстро не искать. Ну, если вы помните, был небольшой такой длинный рассказ про декатлон, блеск и мечта декатлона, такой минут 30. Посмотрите, у меня на канале он висит, на Дугроз Сафари на Ютьюбе. Просто хочу вам показать. Я очень люблю декатлоны, использую массу вещей из декатлона. Там лежат две кепки из декатлона. Вот вам для сравнения. Вот эти двое штанов. Функционал один и тот же. Понятно, там цвета даже, да. То есть это те штаны, которые я использую как не охотничь, а вот именно для разъездов или... Они все зипов. То есть у всех отстегиваются штанины. Причём штанина должна расстегиваться выше колена. Ни в коем случае не вот эти вот... А-ля гопота какая-то там в три части, выше колена. Вот. Выше колена, чтобы колено ходило свободно. И отстёгивается боковая часть. То есть на любые ботинки можно их просто быстро снять, сбросить и так далее. То есть всё наличие карманов, каких-то хитрых подкладок, они не скользят по футболкам. Но! Это Салева. И эти штаны стоят 100 евро. А это Декатлон, в котором даже ещё ремешок в комплекте был. Всё то же самое, да? Вот, может, какие-то вкладки, но мне нравятся вот эти эластичные вкладки. И они стоят 35 евро. Друзья, вот честно, да, я понимаю, что у богатых свои причуды, но сейчас у супруги такие же. Мы сначала купили ей вот эти Декатлоновские. Моего размера не было. Потом я обзавидовался. И в результате год назад купили мне тоже. Это Декатлон, друзья. Просто надо смотреть и выбирать. Они есть в коричневом цвете с хаки или чёрными накладками вот этими. Посмотрите. Прекрасные штаны. Просто вот, ну, прекрасные. Реклама не проплачена. Я вчера упомянул про колокольчики, как я их там обозвал, да? Я вам хочу показать три вида. Это, в принципе, основные виды вот этих колокольчиков. Это материал называется Rip Canvas или армированный брезент. Он практически неизвестен ни в Европе, нигде, кроме Австралии и, соответственно, Африки, да? Очень крепкий. Минус. Вот этот звук. Он классный, он лёгкий, он невесомый. Но вот это шуршание. Второй. Вот я купил сейчас их, потому что я забыл просто, когда паковался, забыл свою предвирусную экспедицию в январе-феврале. Я купил вот эти, они сделаны, та же фирма ROG, это австралийская фирма, у которых есть завод в Африке. Они сделаны из просто кенваса, из хлопчатного, да, брезента. Уже помягче, уже прям, ну, и они под короткий ботинок, то есть вот их можно, в принципе, даже вот с этими, с короткими надевать вполне. И вот самые любимые, наверное, самые такие классные и бесшумные практически, это замша, это буйвол, выделанные. Они уже тоже у меня потеряли немножечко цвета, они были чуть разного типа кожи, но когда выбирал, выбора не было, это помягче, это пожёстче. То есть, понимаете, да, вы, просто я сейчас сцепленный по два, вы их цепляете вокруг ноги, этот крючочек спереди зацепляете за шнуровку, ну, вы видели на видео, да, и сзади сцепляете велкор. То есть, получается такой колокольчик на ваших ботинках, соответственно, вот это на шнуровке, да, и он здесь вокруг ноги, иногда надо резиночку мочить, вытягивать, потому что она оставляет, сжимает следы, ну, не очень приятно бывает. Зато ничего не впадает в ботинок, шнурки остаются целыми, и, в принципе, ничего не случается, как вы видите, за три года использования эта кожа, ну, постирал, почистил, всё будет нормально с ней. Ну, ещё раз о главных уборах, да, вот эту вот панамку я уже показал, есть такая же в песочном цвете. У меня есть вот такой Black Hawk, у меня есть ещё такая Helicon, обычно такие разъездные, у меня дети используют здесь, там есть Velcro, вы знаете, такие все очень тактитульные штучки. Вот это любимый Decathlon, кепка Far Class, которая стоит там то ли 5 евро, то ли сколько, но она просто, она ничего не весит, она сворачивается, засовывается в нагрудный карман, и это UV Protect материал, то есть он не, голову не нагревает, это серия, которую я делаю для клиентов, и сам ношу тоже с моей вышивкой. И вот эта вот кепка, которая, на удивление, я не люблю камуфляж, вот эта кепка мне очень нравится, поскольку она с фонариками ещё. Это Decathlon, друзья, это Decathlon, и вот стоило тоже, где-то во Франции купил, где-то там 20 копеек какие-то стоило, и она мне устраивает, она мне нравится, и она практична. Давайте в конце, в качестве бонуса, сегодня 9 мая, понятно, у нас там не сильно празднуется, я хочу продемонстрировать вам эту красоту, это винтовочка Мосина 1943 года, ну, номер увидите, ладно, я замажу потом номер. Если вы кто-то видел, вот так вот мы проверяем, кстати, большие калибры, мы уже по привычке открываем, мизинец засовываешь в ствол, иногда даже передаём, уже такие понты, да, мизинец в ствол, ничего нет, и закрыли аккуратненько. Если кто ещё не посмотрел моё видео, как я бахаю 75 выстрелов к юбилею Победы, извините, это был 70 выстрелов, по-моему, пару лет назад, посмотрите, пожалуйста, оно есть на канале, но это вот в качестве такого бонуса оружия Победы. Друзья, ещё раз вас с праздником, и готовимся к африканским охотам с Вячеславом Чернистом Кросс Сафари, искренне вас обнимаю, поздравляю, до свидания. Продолжение следует...